Такой нужный и долгожданный. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Нижнекамске капитально отремонтировали дорожное полотно по проспекту Химиков. Общая протяженность магистрали составила почти 7 километров. На участке заменили 3 ливневых и 38 смотровых колодцев. Обустроили и прилегающую территорию, отремонтировали тротуары, обновили остановочные павильоны. По всему проспекту уложили новый монолитный бортовой камень методом непрерывного бетонирования. На ремонт из бюджета было выделено 245 миллионов 60 тысяч рублей. Новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси должен был прослужить верой и правдой много лет. Но уже спустя два года жители Нижнекамска стали отмечать, что дорогостоящее дорожное полотно изрядно подпорчено. Там такая колея, вообще ездить невозможно по Химиков. Ремонт сделали, но некачественно. Помимо этого, недовольство нижнекамцы выражают и в социальных сетях. Ведь презентовали капитальный ремонт и работы по укладке асфальта очень масштабно и громко. Оговаривалось, что большое внимание будет уделено вопросам долговечности материалов и безопасности, как для автовладельцев, так и для пешеходов. Однако наличие колеи на дорожном полотне говорит об обратном. Двух лет не прошло. Двух лет, я повторюсь. И практически на всем протяжении образовалась колея. А потратили на эту колею, внимание, 245 миллионов. Это уму непостижимо. Куда смотрит прокуратура. Дорога сделана явно из материалов самого низкого качества. Высокопрочным асфальтом там даже близко не пахнет. Требуем все надзорные органы произвести проверку и наказать виновных. С вопросом о том, каким образом высокопрочный асфальт и бетон пришел в негодность за столь короткий промежуток времени, мы обратились с запросом в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Но данный вопрос оказался весьма щепетильным. Для ответа на него службе нужно время. Наши редакции пообещали подготовить официальный ответ в течение нескольких дней. Как только департамент ЖКХ сможет прокомментировать ситуацию с дорогой, мы озвучим его в нашей программе. Следите за нашими новостями.